В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам свои впечатления и поделиться своими взаимоотношениями с тремя ароматами, которые я считаю родственными друг другу. Не буду бросаться словами клон, но тем не менее они родственники. Про родитель всего этого дела, этого направления для меня это Кюр Белуга от Герлен, один из самых популярных ароматов марки, немножко противоречивый в связи с его названием, как мне кажется, и его ароматы сестры, будем их называть, это ваниль от Реминиссанс. О ванилье от Реминиссанс я начала рассказывать об ароматах этого бренда и решила, что вот в таком сравнительном формате будет это сделать правильно, потому что говорить об вот этой ваниле, не упоминая белужью кожу, но просто невозможно для меня, по крайней мере. И еще один аромат, который тоже является широко признанным родственником белужей кожи, это Кафе Шантан от Нобиле. И давайте же приступим. Сначала я вам расскажу, как я люблю сильно и как я воспринимаю белужью кожу. Мне кажется, здесь люди делятся на много очень лагерей. Я в четвертом. Сейчас вам расскажу, как по моему опыту среди моих парфюмерных знакомых и друзей, и в том числе по каким-то отзывам, какие бывают варианты восприятия белужей кожи. Почитайте или посмотрите обзоры сами, это очень интересно. Многие люди воспринимают белужью кожу как отчаянно ванильный аромат, супер сладкий. Окей. Есть ли уже люди, которые под влиянием слова кюр, кожа в названии, воспринимают его сильно замшевым или кожным. Окей. Тоже как вариант. И здесь нет ни правых, ни виноватых, поймите меня правильно. Также есть опасное слово белуга в названии. И многим людям слышатся даже и рыбные нотки в этом аромате. Но я не отношусь ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим. А сейчас вы наверное догадаетесь, кто смотрит меня в последнее время. Я чувствую этот аромат как очень сильно перегруженный в хорошем смысле. То есть это аромат с такой убойной дозой кумарина, бобы тонко в ответе за это. И также здесь присутствует аккорд достаточно специфический. Это аккорд, как я его называю, по-другому не могу описать. Таких электрических пачули. Если брать аналоги из других вариантов, там, люкса или селективов. Вот если мы возьмем Гри от Диор из эксклюзивной линейки, я про этот аромат рассказывала и говорила, что для меня вот это вот, вот это вот, вот этот пачулистый электризованный такой аккорд, почти знаете, как постгрозовой воздух. Вот так я его ощущаю. То есть какая-то в нем есть прямо на электризованность вот в этом аккорде пачули. Мне, в принципе, сам этот аккорд очень нравится, но в аромате в новой версии Гри от Диор. Он немножечко для меня слишком базовый, слишком не обравленный ничем. Здесь в сочетании с... для меня определяющим являются вот эти терпкие, очень интересные электрические пачули. И как раз очень-очень много бобов тонко, которые придают и миндальность. И такая есть горчинка. Здесь называют внутрогелиотроп. За все, за все, за все, за все, за все в ответе кумари. Я в своих предыдущих роликах рекомендовала купить бобы тонко. И мне мои подписчики справедливо напомнили, что во многих странах бобы тонко запрещены к продаже для употребления в пищу. Это очень странный феномен. Мне кажется, это были какие-то торговые войны много лет назад. Потому что для того, чтобы нанести себе какой-то, знаете, потенциальный гряд, какой-то интоксикации, не умереть, это не смертельная доза, не дай бог, а просто вот чтобы вам сплохело, это надо съесть 30 бобов тонко. Знаете, если съесть каким-то образом, например, 82 ложки корицы, то в принципе тоже, наверное, сплохеет, но тем не менее корицу, которая тоже богата кумарином, никто не запрещал. Ну ладно, в общем, к сожалению, не все смогут попробовать бобы тонко. В общем, для меня он характеризуется боботонкостью своей, вот этой почулистостью. Здесь также есть альдегиды, которые я не чувствую как отдельный компонент, но у меня на альдегиды физиологическая реакция, поэтому я могу сказать, что они здесь есть. И мне кажется, они, возможно, в ответе за то, что для меня этот аромат, он имеет вот такую холодную, дает ощущение холодности. Знаете, как если вы, помните, были такие, господи, как же они назывались, сорбит, сорбит или ксилит, вот что-то такое продавалось в отделах для диабетиков, такие, в общем, катышки сладкие, из какой-то заменители сахара. И вот, ну, когда мы были малы, юны и глупы, мы эти катышки покупали, видимо, от отсутствия других катышков. Вот если ты лизнешь такой вот этот кусочек сорбитола, то это сладко и на языке холодно, хотя там нет ментола. Вот такое вот ощущение сладкой прохлады дает мне вот этот аромат. Он для меня сухой, пудровый. Я не слышу здесь ни замшевости, никаких замшевых нот, а я кожелюб и замшеман, поэтому это не значит, что здесь нет, это значит, что мое восприятие такое, что я вот слышу именно почули тонко, которая придает миндальность и ванильность, альдегидность. И, пожалуй, все. В общем и целом получается сладко-горько-пудрово с прохладцей. В этом смысле аромат для меня уникальный, такого я до появления этого аромата не слышала. Он для меня перекликался до поры до времени, только с определенными, с некоторыми ароматами линейки Art et la matière. Ну, понятно, что там используют фирменные аккорды, и мне кажется, что это как раз передозировка определенного, определенная передозировка комарина, вот этой боботонковости. Мне кажется, что этот аромат, ну, нас довольно смелым таком open-minded мужчине вполне можно себе представить, и стоит он, я буду округлять, пожалуйста, не ругайте меня за цифры, это просто для представления общего порядка 200 евро за 75 миллилитров, по крайней мере, у нас, в нашем регионе, что, согласитесь, очень немало. Ну, поэтому, в общем, совершенно неплохо, очень даже хорошо, что спустя, ну, кстати, довольно много времени появилось два аромата, которые можно назвать родственными бенужей кожи, и начнем с того аромата, который, ну, совсем подешевле, это ваниль от Reminiscence. Ваниль от Reminiscence стоит она, официальная цена, около 80 евро за 100 миллилитров, но, честно вам скажу, у нас этот аромат можно купить 50 евро и меньше за 100 миллилитров, вообще сейчас на Амазоне, по-моему, за 35 фунтов продается, это вообще, ну, 40 евро буквально, за такой объем. При этом основная тема вот этих, вот этого необычного сочетания бобов тонко-миндально-ванильных нот, буду говорить не как составляющие, да, потому что я не аромахимик, не радуюсь, я себе придумала про кумарин, может, это вообще не правда вся, как именно слышится, да, в таких, в общем, в обывательских ощущениях, именно вот эта вот ванильная, ванильная терпкость с миндальностью, ванильная терпкость с миндальностью, здесь есть, этим этот аромат похож с беду же кожи, но какие у него отличия на мой субъективный абсолютно нос, этот аромат помягче, если этот аромат я воспринимаю как холодный и пудровый, несмотря на его сладость, то ваниль от reminiscence я воспринимаю таким достаточно тягучим, то есть он, наверное, такой, слегка более сиропный и нота, которая отсутствует на мой нос в белу же коже и присутствует здесь, это нота, знаете, как пралине или карамели, вот мне даже кажется, мерещится нота такой соленой карамели, но без выраженной соли, без такой, знаете, не как в олимпии или где у нас сейчас модно добавлять именно вот этот аккорд соли, я его не переношу, здесь именно такая вот, мне кажется, сочетание вот этих пачулей, такие характерных, как здесь, и каких-то сладких нот, карамельных, шоколадных, вот они дают такое ощущение, немножко соленой карамели, в общем и целом этот аромат не сильно-то стойкий, его наносить рекомендую я на волосы и на одежду, у него никакого такого ужасного, ужасный это не джумалон, но тем не менее, я бы сказала, что у него такая стойкость точечная, ну будем говорить, часа три, белу же кожа на мне мега-мега-мега стойкая, мега-мега-мега шлейфовая, но это все на мне, и, наверное, тот момент, который я не упомянула, для меня вот этот аромат белу же кожи, он линейный, он на мне никаким образом не развивается, что, в принципе, я считаю плюсом для себя, потому что мне с самого начала все нравится, и я очень рада, что ничего не меняется. Здесь чуть меньше горечи, чуть меньше терпкости, больше сиропности, и есть такие карамельно-шоколадистые слегка ноты, но в общем и целом, если бы эти ароматы, если бы этот аромат был изначально люксовым, на мой взгляд, вот это могло бы быть вполне его фланкером каким-нибудь, новогодним фланкером белу же кожи, смягченный шоколад, шоколады добавили, и вполне отлично продавался бы, и третий аромат из этой семейки, это кафе Шантан от Нобеля 1942, цена этого аромата, ну будем вот эти официальные цены, да, порядка 100 евро, евро за 75 миллилитров, и на мой взгляд, опять же, вот это ДНК белу же кожи, а именно аккорд Пачули с гелиотропом, с тонко, с ванилью здесь есть, но здесь это еще более тягучо-сиропно, очень многие отмечают этот аромат кафе Шантан как вишневый, за это тоже, простите, заманьте меня, за бобы тонко, за это тоже отвечают бобы тонко здесь, согласна, что здесь есть ощущение, именно, знаете, какой-то для меня, по крайней мере, вишнево-вареньево-вости, какой-то повидловости, я бы даже сказала, он, конечно, прямо из этих трех для меня наиболее сиропный, но, опять же, вот это самое главное ДНК белу же кожи, здесь есть, просто вся история помягче, посиропней и с верхними нотами повидла, сейчас посмотрим, как он на нас сидит, в принципе, слышу его хорошо, все ароматы я нанесла несколько часов назад, лучше всего ведет себя белу же кожа, она, но она на мне какая-то мега-мега-мега, в общем, она держится, пока не смоешь, но при этом, при всем, она, не знаю, у меня из-за того, что здесь эта дурацкая груша, в общем, никогда и не получалось облиться с ног до головы, там очень мелкодисперсный спрей, и меня очень раздражает пользоваться грушей, поэтому, наверное, два таких, два-три распыления, это все, что я себе позволяю, потом, потом не могу уже, вот, поэтому, вот, с парой пшиков, здесь у меня один-один грушевый пшик белуги, держится намертво, здесь немножечко уже эта история потише, чуть послаще, в общем и целом, тоже, на мой взгляд, этот аромат менее терпкий, более сиропный, если здесь чуть-чуть карамельно-шоколадных нот, то здесь чуть больше повидла и варенья, также, на мой взгляд, мог бы служить каким-нибудь, не придумала пока название, но каким-нибудь фланкером белужьей кожи на мой неискушенный нос. Ну и давайте обсудим такой вопрос, мне очень интересно ваше мнение по поводу, как я это называю, такого феномена, как множить сущности в своем парфюмерном гардеробе, конечно, этот вопрос относится только к людям парфюмерно-юнифицированным, в общем-то, к парфюмерам серьезной такой стадии заболевания, с гардеробами больше, не знаю, 50-100 ароматов. Как вы видите по вот этой ситуации, можно легко сделать вывод, что множить сущности совершенно не стоит, потому что это я для себя сделала такой вывод, только для себя, поэтому я спрашиваю ваше мнение. И я обратила внимание, что если у меня есть настроение на вот такой аромат, я всегда возьму белужью кожу. Из аналогичных ситуаций у меня есть амбар наргель от Hermesans и парочка его таких родственников, и если у меня есть это настроение, я всегда возьму амбар наргель. То же самое с табакой ваниль и с его родственниками. И для себя, в общем, я перехожу к выводу, что стоит лично для себя, стоит воздерживаться от того, чтобы оплодить сущности, но тут вступает в игру такой момент, что зачастую вот эти аналоги сами по себе дешевыми, их язык не повернется назвать абсолютно. Как я уже говорила, Нобили это порядка 100 евро за 75 миллилитров, здесь 80 евро за 100 миллилитров. Ну, как бы недешево, недорого, но такие, недаром. Но почему они у меня появились? Появились они у меня потому, что я очень люблю белужью кожу, а их продавали в свое время. Вот этот, наверное, за 30, этот тоже за 40. В общем, совсем-совсем-совсем-совсем за даром. Вот совсем-совсем за даром я их купила, и совсем бездарно они у меня стоят. Хотя ароматы очень красивые. Напишите, пожалуйста, какова ваша политика в отношении вот такого множения сущностей. Я поймала себя на том, это абсолютно не критика других людей, это мое кривое зеркало. Я себя поймала на том, что пойду не от негативного, а от позитивного. Я недавно подписалась на блогера, оставлю на нее ссылку, англоговорящий блогер My World of Fragrance. И я поняла, что я испытываю, во-первых, она мне просто очень нравится, а во-вторых, я поняла, что я испытываю неимоверное удовольствие от того, что человек показывает хорошо использованные флаконы. Потому что сейчас очень много людей стали покупать по 80 флаконов в месяц. Ну, понятно, что есть королева парфюмерного шопинга Эми, и тут мы ее не трогаем. Но тем не менее, когда показывают флаконы, говорят, вот это такой любимый, такой самый любимый, ты понимаешь, что он вообще не пшикан и не полутора раз. И я смотрю в это как в кривое зеркало, и я понимаю, что я хочу пользоваться своими ароматами, я хочу проживать с ними определенный период своей жизни. И да, у меня будут и всегда будут какие-то ароматы, которые имеют для меня историческо-коллекционные значения. Я их трогать не буду, но я могу для себя объяснить, почему они мне нужны, даже если я ими пользуюсь раз в 5 лет. Но в общем и целом, конечно, хотелось бы оптимизировать мой личный гардероб до прикладного такого состава. Что вы думаете по этому поводу? Пишите, как вы боретесь с застоем, как вы боретесь с покупками не только дублей и триблей, но и, в общем-то, таких, в общем, родственников. Или вы считаете, что это нормально? Пусть будет, пусть стоят, кушать не просят, и все нормально. В общем, здесь нету правильных и неправильных мнений, просто хочется это обсудить с вами. Это было все на сегодня. Надеюсь, вам было интересно и немножечко полезно. See you soon. Bye.